Мощные, компактные, их удобно брать с собой. Сегодня компьютер помещается в тонкий корпус обычного телефона. А ведь меньше века назад все было иначе. Огромные, весом около 30 тонн, их охлаждали с помощью самолетных двигателей. Первую рабочую модель представили 14 февраля 1946 года. Этот день вошел в историю как день компьютерщика. Однако профессионалы готовы поспорить. Дело в том, что в 43-м году англичане уже занимались автоматической дешифровкой сообщений. А в 41-м компьютер представила легендарная фирма IBM. Однако все это далеко от современных представлений. Ведь компьютеры того времени могли обрабатывать только 3000 операций в секунду. Современные аналоги опередили их в триллионы раз. Отличия были и во вводе информации. Вместо привычной клавиатуры использовали перфокарты. Я записывал программу на каком-то языке. Служба подготовки данных переводила эту информацию на перфокарты, перфоленты. Ну и сами мы понимаем, возникали проблемы. Для очень сложных задач приходилось эту информацию набирать по 2-3 раза. Потом на свет смотреть, сравнивать пробивочки, нет ли где лишних. И с помощью специального устройства перфокарта вводилась в компьютер. А вместо привычной распечатки информацию приходилось фотографировать на камеру. Затем уже придумали переносить ее на бумагу. На смену перфокартам пришли магнитные ленты. На одной бомбине помещались десятки килобайт. А современная флешка содержит несколько гигабайт, что в сотни раз больше. Если здесь, чтобы информация, которая хранится вот здесь, надо все ее перемотать. То есть это так называемый последовательный способ доступа. То здесь можно уже по-другому сделать. Подвести головку, считывающую сразу по какому-то месту и со счета. У современной флешки память связана уже не с магнитным носителем, а с микросхемами. Сами же компьютеры настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы перестали их замечать. Ведь электронная машина – это не просто системный блок или ноутбук, которые стоят у вас дома или на работе. Это настоящий пульт управления и организации жизни. И если изначально он был придуман для использования в военных целях, то сегодня он сам стал оружием. Информация как раз и уже является сама стратегическим ресурсом. И взлом хакерами этого стратегического ресурса сейчас наносит больше вред, чем любое другое оружие. И уже этот вред можно соизмерять со взрывом атомной войны. Однако компьютер не только разрушает, но и созидает. Программисты и ученые создают на его основе настоящий искусственный интеллект, помогающий человеку принимать решения, например, при постановке медицинского диагноза. Если любой хороший врач для постановки диагноза использует максимум три показателя каких-то, параметра, давление, температура или что-то еще, идет подсказка так называемой системы поддержки принятия решений. И система советует, что вот посмотри вот это, вот это, вот это. Удивительное устройство, которое сегодня помещается на нашей ладони, дает доступ к неограниченным возможностям, помогает творить и улучшать качество жизни. Однако каждый сам решает, использовать новые технологии во вред или во благо.